100 тысяч детей на востоке Украины нуждаются в психологической поддержке. Это данные ЮНИСЕФ. Чтобы помочь преодолеть травму войны, штаб Ринат Ахметова начал программу «Мирное лето детям Донбасса». В городах неподконтрольной Украине территории открылись детские летние центры, где будут работать психологи. Детали у наших корреспондентов. Детский летний центр на Донбасс-арене встретил первых посетителей. Гуманитарный штаб Рината Ахметова открыл его для тех, кто не может уехать из зоны боевых действий на отдых. Скучать здесь точно не приходится. Проводят активные игры на улице, играют в футбол, ходят на экскурсии по Донбасс-арене. Для детей проводятся различные мастер-классы. Танцевальные, оригами и так далее. Этот дневной лагерь посещают дети в возрасте от 8 до 14 лет. Несмотря на то, что я тут второй день, у меня уже есть друзья. Тут очень весело, нас развлекают. Нету даже времени для скуки. Семен в восторге от кинотеатра. Думаю, можно посмотреть нормально, но скучно, потому что нет других детей. Я еще никогда не была в таком месте хорошем, причем бесплатно. Дважды в день ребятишек вкусно кормят. Было очень-очень вкусно! В лагере с детьми работают профессиональные психологи. Это сертифицированные специалисты по травме войны, окончившие курс, организованный гуманитарным штабом Рината Ахметова. Кладите свои ладошки. Вот так, играя вместе, дети и не замечают, как исчезают их тревоги и растет уверенность в себе. Мы делали бабочек, делали большое солнышко. Опять же, такие символы тепла, нежности, заботы. Мы, чтобы ребята понимали, что они нужны, им дается внимание от взрослых и друг от друга. Ручки положили, попеременно, да? Дожки, послушаем, как он шумит. А это психогимнастика. Такой массаж снимает напряжение, физическое и моральное. Мы немножечко работаем с их зажимами в теле. Мы немножечко их раскрепощаем. Мы работаем с их фантазией, воображением. Мы учим их дружить друг с другом. Кроме Донецка, детские летние центры уже работают в Янакиво и Харциске. Еще один лагерь планируют открыть в Комсомольском. Занятия на первой смене посетят 450 детей из зоны боевых действий. Всего до конца лета будет 4 смены. Самое главное, детям будет весело, детям будет комфортно, дети будут заняты. И мы надеемся, что 2200 человек получат кусочек мира на тех территориях, где сейчас идут военные действия. Еще 500 детей из зоны боевых действий и переселенцев приглашают в летний лагерь «Факел» на побережье Азовского моря. 12 июля там стартует первый заезд. Ольга Лостовецкая, Данила Киреев, События, канал Украина.